Министр инфраструктуры, которого зовут Владимир Амельян, сообщил, ознакомил украинцев с возможными ценами на проезд по платным дорогам, и у него получилось от 20 до 70 евроцентов за километр, причем он сказал, что эта цена примерно соответствует цене европейской. Я вот по привычке не поверил, полез проверять. У каждой, по-моему, евросоюзовской страны есть свой сайт, на котором есть калькулятор, на котором можно проверить стоимость проезда. Я вот по нескольким странам проверил, в первую очередь Франция и Италия. И в среднем я специально исключил из этого подсчета мосты и туннели, потому что это отдельный расчет, брал только вот просто дороги общего пользования. И в среднем проезд в 100 километров по Франции обходится по платным дорогам. 8 евро 100 километров, а в Италии 9 евро. Вот такие средние расценки. А если верить миллиану, то должно быть 20 евро и 70 евро. Примерно такой разброс. Что не так? Что в очередной раз происходит с платными дорогами, с давно обещанными украинскими автобанами? У нас по-прежнему пока ничего не происходит, к сожалению, потому что мы живем в стране, где очень много заявлений и практически не бывает новостей. Я бы не очень сильно акцентировал внимание, возможно, на оговорку Амеляна, потому что не он будет формировать стоимость проезда по автобанам, а бизнесмены, которые будут строить эти концессионные дороги. Амелян — это менеджер, который должен помочь с бумагами, с документами, возможно, пробовать лоббировать этот закон, если это законы о принятии законодательной базы, но никакого отношения он к этому иметь никаким образом не будет. Понятное дело, что то, что он озвучил, с Европой сравнивать абсолютно невозможно, но также в его словах, возможно, есть какая-то минимальная доля истины. Дело в том, что люди, которые придут строить эти дороги, будут считать машинопоток. Машинопоток в стране, где экономика падает или стагнирует, не будет высоким, поэтому, конечно, стоимость проезда может быть выше, но, естественно, не 70 евро. Просто нужно понимать, насколько вообще это выгодно компаниям, которые зайдут в Украину для того, чтобы строить эти самые дороги. Наверняка определенный интерес к отрезкам дорог на Западной Украине, там 70, 80, 100 километров существует. Но если мы говорим о каких-то глобальных инфраструктурных проектах, как, например, соединить Восток с Западом, восточную границу, соединить с Западной автобаном, то также нужно участие государства. Частники не потянут эту всю историю быстро, и самое главное, для них мы не настолько интересны. Мы не являемся сейчас уж супер грандиозно транзитной страной. Хотя потенциал такой у нас есть. И если когда-нибудь в далеком будущем мы вернем наши территории, каким-то фантастическим образом нормализуем отношения с Россией, то, конечно, тогда все это может ускориться. Но, опять же, повторяю, я помню, когда еще Попередны Камелиано, они же начинали вместе с ним рассказывать нам про то, что они вот-вот уже слетали к китайцам, и скоро здесь все построят, но пока ничего не построили. — Вот, кстати, вы говорите о том, что придут компании, придут и построят дороги. А местный бизнес совсем не заинтересован? Или у местного бизнеса нет такого количества денег, нет технологий, нет людей, которые могли бы справиться? Это только ждать, что кто-то другой придет и для украинцев построит эти дороги? — Вы знаете, у нас местный бизнес — это вот такая вот какая-то загадочная субстанция, когда мы говорим о таких инвестициях, мы должны понимать, что это скорее не бизнес, а, ну, наверное, бизнес, который руководит страной, политики, которые руководят страной. Вот у них есть такие инвестиции. Но в данном случае я бы все-таки привлекал для украинца рядового, для меня, для водителя, было бы лучше, если бы это была известная европейская компания, которая давно уже умеет строить все эти концессионные дороги и знает, как это делать, потому что наши нам такого настроят, что мы еще будем радоваться, что 70 евро. — Ну вот как заманить тогда этих самых иностранцев? Понятно, вот из ваших слов понятно, что Мининфраструктура не может, да? Это вот какая-то такая контора, которая даже цены не устанавливает в конечном-то итоге. — Я думаю, что Министерство инфраструктуры, конечно, пытается что-то в этом плане делать, но уже очень много проблем у них. И, наверное, ну, глупо в Украине все время мы начинаем разговаривать, лучше бы они занялись. Есть чем заниматься, и, наверное, они очень хотят запустить, для Амеляна это важно, он любит пиар, он любит быть на слуху. Я думаю, что у него есть амбиции не оставаться министром инфраструктуры, а, в общем-то, для того, чтобы получить новый пост в правительстве или хотя бы остаться министром инфраструктуры, в данный момент ему нужно показать какие-то результаты. Просто залатать дороги и показать еще 100, 200, 300 километров хорошего асфальта, они покажут достаточное количество, но это будут такие лоскутки, это не впечатляет избирателя. Избиратель все равно будет говорить, что, ребята, это все не работает, это все плохо, мы ничего не видим. Потому что, конечно, за 2-3 года это все сразу то, что крали 26 лет и разрушали, это отремонтировать невозможно. Но вот исходя из этого, кажется, что министр инфраструктуры это расстрельная должность, назначить человека отвечать за гигантское совершенно поле, не паханное, за вот всю эту инфраструктуру, которая часто строилась, там, десятилетия назад, кое-как содержалось, кое-где ремонтировалось, и вот сегодня доходит до того, что, ну не знаю, в Киеве невозможно ездить, пешком ходить опасно. Я вам скажу, что я вот совсем недавно был в городе Чернигове, но на фоне Чернигова город Киев это ужасающее средневековье. Там как-то мэр справился, они заасфальтировали все дороги, они сделали парки, они сделали тротуары. Сейчас, конечно, радиослушатель скажет, да сколько там того Чернигова, а сколько ресурсов у того Чернигова кто-то считал. Он меньше, но при этом у него все получается с минимальными ресурсами. В городе Киеве, конечно, за это отвечает Кличко. У нас вообще очень много разных ответственностей теперь появилось в постройке дорог, поэтому вообще непонятно, кого хватать за хвост. Тебе все время говорят, ой, это ответственность у Крафтодора, ой, в Полтаве плохая дорога, нет, вы знаете, вот въезд в Полтаву, это ответственность Полтавы, мэр Полтавы и депутаты Полтавы говорят, это не наша ответственность, там теперь вообще ничего проехать, кроме танков, не может. То есть размыли, вот максимально размыли ответственность для того, чтобы не найти крайнего. Не то, чтобы размыли, я думаю, что никто не ищет крайнего. Дело в том, что у меня вопросы, я задавал вопрос Амелиану, говорю, ну вот окей, вы все сделали, почему никто не сидит? Вот почему все предыдущие руководители у Крафтодора, которые отвечали за все, никто из них не сидит в тюрьме? Он мне, по крайней мере, сказал, мы все документы передали правоохранительным органам, и здесь он прав. Я не являюсь адвокатом Амелиана, меня очень часто раздражает его пиар, но надо посмотреть правде в глаза. Он не комиссар Катани, он не Шерлок Холмс, он не должен проводить эти расследования, он должен честно передать все имеющиеся документы правоохранительные органы. Вопрос к правоохранительным органам. Это вот важная история. А вот вопрос к расходованию так называемого дорожного налога, который, насколько я понимаю, включен в стоимость топлива, который покупают люди на заправках, Это кому вопрос? Как расходуется этот налог? Можно ли отследить, сколько денег поступает и куда они дальше идут? Можно. Это вообще, в принципе, единственное, как я считаю, на сегодня видимое достижение Амелиана, что они сделали наконец-то единый счет, а не то, что казначейство все деньги получало, а потом говорило, ну вы знаете, у нас денег сейчас нету, поэтому мы вам дадим вот столько. Сейчас все эти деньги, которые вот идут с АЗС, где мы платим этот акциз и все остальное, они все непосредственно поступают на этот счет и используются только на постройку дорог. Но, естественно, нам нужно полтриллиона гривен для того, чтобы отремонтировать дороги, не новые построить, а отремонтировать. У нас, в принципе, на сегодняшний день 40 миллиардов. Из 40 миллиардов деньги, которые были украдены на Евро-2012 и частично построены дороги, это кредиты где-то 20 миллионов. Я сейчас боюсь, может быть, 17 миллионов. Ну, в общем, это все мизерные абсолютно деньги. Нам нужно привлекать инвестиции, нам нужны концессионные дороги, нам нужно, чтобы нам помогал Евросоюз, и он готов помогать. Но у нас же есть проблема с коррупцией и с тем, что... Коррупция это не та история, что вот денег накрали. Коррупция плоха тем, что хорошие, правильные специалисты не удерживаются в этой системе. Всегда, если начинается коррупция, на постах остаются казнокрады-идиоты, потому что казнокрады-идиоты, ну, оно где-то очень близкое понятие, потому что нормальный человек, он найдет себе работу так, чтобы не красть, я думаю. Поэтому там остаются одни идиоты, и мы ничего не можем с этим сделать. Плюс рейдерство. Если, грубо говоря, больше всей страны говорит, вы знаете, мы тут через офшоры пытаемся продать наши активы, потому что мы боимся рейдеров, ну, давайте представим обычного бизнесмена, который попытается зайти в Украину, слушая такие речи. Но ведь, тем не менее, кто-то-то приходит... Ну, вот я смотрю, я вот живу рядом со станцией метро Харьковская, там, например, турки ремонтируют дорогу. То есть кто-то-то пришел, кто-то... Турки работают на подряде хорошо, они не инвесторы. Турки не инвесторы. Турки очень качественно, на фоне, вот, если сравнивать с украинскими подрядчиками, они делают качественные дороги. Они, наоборот, осваивают деньги из бюджета Украины. Они зарабатывают деньги для себя, для своей страны и для своих людей. Это не инвесторы. Инвесторы — это люди, которые пришли и сказали, мы тут будем строить дорогу, будем рисковать. Мы вот здесь закопаем у вас полмиллиарда долларов, посмотрим, что из этого получится. Кстати, а турки выиграли какой-то тендер как-то? То есть как-то прозрачна сама процедура выбора хотя бы ремонтных рабочих проходит? А там с ними все очевидно. Вот, допустим, если вы ездили по Буховской трассе, вот дорога, они ее делали. Вопросы к этой дороге есть, к этой дороге вопросов нет. Одна из немногих дорог, которая отремонтирована полностью. Вы можете поставить чашку с водой на торпеды и ничего не сможете распускать. Ну хорошо, вот прежде чем построить эту дорогу, они же должны были как-то убедить, чтобы выиграли. Они участвовали в тендерах. Вся история становится прозрачнее. У нас большая проблема, которая сейчас есть на местах, это децентрализация. Децентрализация, например, из Чернигово говорит о том, что местное руководство нашло деньги, нашло подрядчика и заасфальтировало город. Есть другие города, где казнокрады, коррумпированный прокурор, связки с коррумпированным СБУшником, мэром города и депутатами местными подеребянили бюджет. А кто же будет их контролировать, если прокурор, СБУшник и все остальные в преступном сговоре? Это должен быть, грубо говоря, наместник от государства, человек, который это все контролирует. Но у нас большие проблемы именно с судами, с прокуратурой и с МВД. Что вообще сейчас происходит с украинским автопромом? Он скорее жив, чем мертвый? И чего ждать от него дальше? Ну, украинского автопроизводителя практически не существует. Тот самый Ланос, новый, о котором все разговаривают, давно не выпускается, завод закрыт. Вообще с производством делает рубашь. Если говорить о продажах новых автомобилей, были оптимистические планы. Но сейчас мы видим, что рынок тормозит. По мнению многих экспертов, я тоже склонен с этим согласиться. Это происходит из-за давления так называемых евроблях на рынок. Потому что сегодня они занимают уже 19% украинского рынка быво автомобилей. И что больше всего меня раздражает, если раньше я готов был согласиться, что да, действительно, человек нуждается в очень дешевом автомобиле. Ему возить гипсокартон, но он несчастный, купил за 2000 евро машину. И теперь у него есть работа, есть самозанятость, снимается давление на государство. Этот человек работает и обеспечивает свою семью. Но когда я сегодня вижу автомобили-кабриолеты, вижу люксовые автомобили за 15, 20, 30, 40, 70 тысяч евро, которые не растаможены, которые по разным схемам приехали в Украину, для того, чтобы сэкономить, а значит заработать, это для меня, конечно, уже абсолютно удивительная история. Естественно, вот эти вот автомобили не могут не давить на рынок новых. То есть получается так, что новые автомобили Lanoz проиграли в конкурентной борьбе бэушным европейским евробляхам, причем проиграли с разгромным счетом и вынуждены были навсегда покинуть украинский и вообще мировой рынок? Или когда-то вернется все-таки? Я думаю, что Lanoz погиб по многим причинам, и одна из этих причин это то, что закрылся для нас российский рынок, потому что закрыли, это даже не война решала, потому что, поверьте мне, сегодня достаточно автомобилей европейских, которые производятся на российских заводах и поступают в Украину, украинцы их покупают, это новые автомобили. Просто изменилось законодательство, появились у России заградительные пошлины, и если, допустим, тот же Lanoz продавался 60-70 тысяч автомобилей в лучшие годы в России, теперь, конечно, этой всей истории не существует. Заржи не только Lanoz производил, они там и Chevrolet собирали, и пытались как-то с китайцами какие-то модели выпускать, но мы это уже проехали. Все. Украина проиграла. Украина своей нескончаемой чередой экономических кризисов проиграла Украина. В то время как здесь у нас был, я бы так сказал, разгул коррупции, даже в коррумпированной России построили 22 завода мировых производителей. Вот представьте себе, 22 автомобильных завода. А почему они, собственно, в Россию шли, а мимо Украины как-то... Да, потому что были четкие правила, были преференции, была программа. И когда корпорация Renault-Nissan заходила, им четко рассказали, будет вот так, вот так, вот так, вы получите такие-таки выгоды. И русским они поверили. А с нашими, видимо, не с кем было даже разговаривать. А сейчас есть с кем разговаривать? Сейчас какие-то более-менее внятные правила игры для крупных международных компаний, для западных и восточных игроков разработаны? Или опять все это... Ну, вы будете смеяться, но по-прежнему не с кем разговаривать. И я объясню, почему. Во-первых, уже незачем. Потому что российский рынок закрыт для нас. И у них есть 22 завода, как говорится, сами-сосами. Европейский рынок, такие страны, как Чехия, Словения, там размещены заводы. И все, что нужно, европейцы сами по себе вообще производят в Европе. Могли ли мы получить вот эту возможность и вот эти вот заводы на территории Украины? 10, 15, 20 лет назад могли. Ну, представьте себе такую идиллическую картину в стране, когда вот приходит инвестор и говорит, «Здравствуйте, я хотел бы получить бесплатно вас землю, чтобы вы подвели сюда железную дорогу, электричество, а также освободили нас от налогов на 3, 4, может быть, 5 лет. За это мы организуем рабочие места, потом будем платить налоги, потом будет глубина переработки, смежное производство и так далее». Вы представляете эти круглые глаза украинского чиновника в смысле? Которые скажут, а мне? А что мне? А как же я? Где я в этом процессе? Так вот, дело в том, что если раньше, возможно, кто-то приходил и задавал вопросы и получал такой ответ от украинского чиновника, сегодня никто не приходит. Нет смысла. Рынок русский закрыт, в Европе тоже все нормально. То, что какие-то комплектующие мы, кстати, собираем, потому что у нас дешевая образованная рабочая сила, и здесь мы каким-то образом можем со всеми конкурировать. Но третья проблема. Вся дешевая образованная рабочая сила уже переехала в Польшу. Приехали. Притом, если раньше мы говорили о каких-то сезонных рабочих, мы сегодня понимаем, что туда уехали не только строители, врачи уезжают. И Польша делает все для того, чтобы эти люди там получили легальную работу, легальную зарплату, защиту и так далее, и так далее, и так далее. А специалисты вот именно в отрасли автомобилестроения, инженеры, какие-то, может быть, представители не очень распространенных рабочих специальностей, тоже востребованы где-то за рубежом? Тоже востребованы где-нибудь в Европе или в других странах? Думаю, нет. Я думаю, что мы очень сильно отстали от всего, плюс очень сильная автоматизация заводов на сегодня. Вот, допустим, я был на заводе во Франции, где производятся, по-моему, 250 тысяч двигателей, а для французских автомобилей там работает 30 человек. Они присматривают за роботами. Поэтому, а у нас инженеры, ну, те инженеры, которые нужны там, это, ну, наши инженеры, это другие люди. А вот представим себе ситуацию. Вот человек пришел учиться, скажем, в Харьковский автодорожный институт, получает диплом. Что ему с этим дипломом делать? Ну, то есть, вот кого сейчас готовят специализированные учебные заведения, которые раньше готовили? Рабочих, инженеров, специалистов, там, руководителей для автомобильной промышленности, тогда, когда она еще была, существовала? Это вообще для меня вопрос-загадка. Мне, у нас страна на сегодня юристов, экономистов, частично журналистов, да? Если вот у мальчика на лице написано, что он слесарь шестого разряда, да, или хороший, качественный токарь, поверьте мне, что если бы он сегодня получил это образование в Украине, был хорошим токарем, он бы зарабатывал в 10 раз больше, больше, чем огромное количество никому не нужных экономистов и юристов, которые есть в нашей стране. Не знаю, что с образованием, думаю, что самые смышленые, конечно, все учатся за рубежом сейчас. Учатся за рубежом, работы нет, но тем не менее. Ведь вот все вот эти вот, насколько я понимаю, гигантские заградительные пошлины, из-за которых, собственно, и появились евробляхи, и которые вроде бы как вводились для того, чтобы спасти, сохранить часть рынка за отечественным автомобильным производителем, ведь никуда не делись. И по-хорошему, как теперь нужно поступить? Нужно выйти и сказать, ребята, извините, эти все заградительные пошлины, безумные тарифы и тому подобное себя не оправдали, мы их сейчас тихонечко отменим или, по крайней мере, пересмотрим в сторону уменьшения. Почему этого не происходит? Ну, при первом приближении, да, действительно, мы нуждаемся, грубо говоря, в социальном договоре между государством и водителями, которые хотят получить дешевые автомобили. Сегодня, мне очень смешно, когда люди пишут про автоолигархов в Украине, сегодня никаких автоолигархов в Украине нет. Есть частные производители, которые глубоко в долгах, им бы разобраться с банками и как выйти из этой ситуации. Сегодня в парламенте никто не лоббирует интересы никакого автопрома, еще раз повторюсь, потому что его не существует. Есть инертная масса депутатов, которые, в принципе, ну, это я высказываю подозрение, наверное, бесплатно, ничего не принимают. Нет у них такой привычки. Вот взять и что-то, вот у нас так поступил закон, я вот подумал, действительно, а давайте мы вот... Всем лучше станет, если я за него проголосую. Да, я проголосую, в смысле? И что, никто не пришел лоббировать? Так это странная какая-то история. Пускай и сами разбирают. На всякий случай не буду голосовать, потому что... А вдруг подстава. Да, подстава. А потом скажут, что я бесплатно голосую. Вот зачем мне такое реномет. Да, неправильного депутата. Нужно находить компромисс. Но есть другая проблема. У нас вот город Киев, он находится в инфраструктурном провале. Это город 70-х годов, на который нахлобучили вот эти стеклянные башни, и всем кажется, что мы современные. Мы не современные. У нас ужасающая организация дорожного движения, у нас очень плохой трафик, у нас не хватает, вообще ничего нет. Теперь представьте себе, что завтра еще 300-400 тысяч жителей города Киева покупают Volkswagen Golf за 500 долларов в Польше. Платят за его растаможку еще 300 долларов, и торжественно выезжают на улицы города Киева. Да, я знаю, что сейчас многие слушатели будут кричать, конечно, у Рауля машина есть, он теперь ездит, он не хочет, чтобы мы купили. Ну, если честно, да. Но как это решается в нормальных городах? В нормальных городах делается классный общественный транспорт. Я не хочу каждый день ездить на своем автомобиле. Я хочу на автомобиле ездить, получать удовольствие. Если бы был хорошо организованный, чистый общественный транспорт, мы бы сняли вот эту напряженность, по крайней мере, в больших мегаполисах. Но в Токио 277 станции метро, не считая другого транспорта. В Барселоне ездят чистые автобусы с кондиционерами. У нас тоже что-то появляется, но это все мизер. Конечно же, Украине снуждается в автомобиле, потому что Киев не предназначен для езды на общественном транспорте в данный момент. Да и пешком не походишь. И на велосипеде тоже не поездишь. Но ведь это же, как это говорят, комплексная проблема, у которой нет простого решения. Любят говорить самые разные чиновники, прикивают на опыт других стран. И что вы хотите, нам это досталось от предшественников в таком кошмарном виде. Есть какой-то рецепт, как это все исправить? Есть рецепт. Украинцы, то есть мы с вами, должны перестать превращать нашу страну, условно, в Малайзию, хотя Малайзия, наверное, сейчас живет богаче. Мы должны смотреть на Швейцарию. Там получают большие зарплаты, много тратят, покупают дорогие новые автомобили. Вот это правильный, естественный путь развития нашей страны. Нам не нужны зарплаты в 300 долларов, чтобы мы могли купить машину за 500 долларов. Это дорога в никуда. Это тупик. Это нас ни к чему хорошему не приведет. Но вот у нас уже есть дорогущие автомобили. Просто невероятно дорогие. А больших зарплат нет. Может быть, не с того конца начали? Ну, с дорогущими автомобилями, надо сказать, что сегодня огромное количество новых автомобилей в Украине стоит дешевле, чем в Европе. Об этом почему-то никто не говорит. Все там начинают рассказывать о каких-то гигантских акцизах на новые автомобили. И еще раз я повторюсь. У нас сегодня украинец покупает BMW X5 15-летний за 12 тысяч долларов, а Peugeot 301 новый он покупать не хочет, потому что, наверное, это не соответствует высокому статусу этого человека. Правильно? Но другого ответа у меня нет. Ну, то есть, я прошу прощения за такое слово, понты дороже, чем удобство. Притом, я вам скажу, что BMW X5, если в начале своей карьеры стоила 100 тысяч долларов, то она и в 15 лет по запчастям будет стоить 100 тысяч долларов. Чудес не будет. То есть, это, в общем, скажем так, не очень разумное вложение денег в очень дорогой, но купленный задешевый автомобиль. В большинстве случаев, если мы говорим о лакшери-сегменте бушном, конечно, в Европе ты эту машину можешь купить за 20 копеек, потому что содержание этого автомобиля, ремонт этого автомобиля, страховка этого автомобиля, евростандарты не пролазит, дополнительные установки выхлопных систем катализаторов. В общем, если вы в Европе видите 126-й Mercedes, которому 30 лет, на нем ездит очень богатый человек, и богат он уже давно. Миллионерский автомобиль, да? А у нас на этих машинах в деревнях ездят, да? Картошку возят. Очень часто. Ну, я вот, я же не выдумываю, я действительно об этом как раз говорю, я время от времени наблюдаю машину, которая, ну, ей вообще место в музее. Ну, вот я недавно, да, тоже публиковал Volkswagen Phyton. Вот неужели это человек, якому треба годувати родину, нарешті придбав доступный для себе автомобиль Volkswagen Phyton, который 100 тысяч евро стоит? Да нет, конечно, конечно нет. Но, кстати, а вот что с этим делать? Вот как бороться? Ну, там, не знаю, любят мои коллеги поразгонять зраду, рассказывать о том, что там начинают уже сжигать на улицах городов в Евробляхе. Как-то же нужно решать этот вопрос? Или оно со временем само собой рассосётся? Нет, ничего не рассосётся. Я думаю, что при всём, я очень негативно отношусь к этому явлению, как и Евробляхе, хотя когда первый моё автомобиль был на Евробляхах, в 99-м году я приобрёл Honda Civic, не растаможил её, тогда можно было ездить на временном возе, но ставили украинские номера, ты её как-то регистрировал. После чего в один день было принято решение, эти автомобили должны были уехать за пределы страны, я, конечно, ничего этого не сделал, продал машину на свалку. Через два года меня нашла доблестная украинская таможня, в результате я, по-моему, приобрёл автомобиль за 1200 долларов, штрафа я заплатил 2500 долларов. То есть, может быть, конечно, силовое решение этого вопроса, но тогда, конечно, никому в голову в 99-м году выходить на Майдан не приходило. Другие времена были. Сегодня, мне кажется, что евробляхи могут победить, потому что я смотрю на эту организацию автоевросила, это единственная, знаете, в Украине, хотя они и называют себя общественной организацией, это единственная партия с идеологией. Притом партия с понятной идеологией, частично победившей. И члены этой партии, они голосуют не за какие-то лозунги, они вполне осязаемо понимают, зачем это всё организовано. Сделано всё очень хорошо, в каждом городе, во многих регионах, у них есть свои осредки. 700 гривен участник этой всей истории платит взносов в год. И поверьте мне, что если у какого-то евробляхера пытается полиция отобрать машину по той или иной причине, может приехать 40-50 экипажей с юристами, и они отбивают эти автомобили, очень часто забираются со штрафплощадки. Думаю, что сегодня евроблях в Украине где-то около миллиона. И теперь давайте посмотрим на то, что через полгода у нас выборы. Это самый лакомый кусочек сегодня из активных избирателей, которые готовы проголосовать за кого угодно, если он прогарантирует им амнистию или растаможку этих евроблях по 500 долларов. Но ведь политики пока этой темы, ну я имею в виду политики того эшелона, который могли бы теоретически метить на первые роли в государстве, пока эту тему обходят, почему-то замалчивают. Ну вы знаете, я думаю, что карт-бланш, конечно, есть у нашего президента, потому что он единственный, кто может решить это до выборов. Но он также ищет баланс, наверняка будет искать баланс, что есть такой избиратель, как я, например, который скажет, ах, вот так значит, то есть я вот за все заплатил. Сполна. А вот там амнистия. Но думаю, что таких, как я, все равно не будут брать в расчет, потому что, возможно, мы не пойдем на выборы. Проспим. Ну вы знаете, у нас же нет машины на евробляхах в подвешенном состоянии. Евробляхеры не проспят выборы. Особенно если пообещают растаможку за 100 евро, да? им всегда можно объяснить, что ребята, то, что вам приняли и пообещали до выборов, после выборов могут отменить. Но будут с этим работать. Что-то там действительно сейчас происходит? Какое-то решение может быть вынесено уже сейчас в ходе начинающейся вот-вот очередной осенней сессии? Или это действительно уже будет какой-то такой козырь, который вытащит под конец избирательной гонки все или почти все возможные кандидаты? Ну, это хороший вопрос. Но думаю, что все-таки это давно уже в политическую плоскость этот вопрос перебрался. Посмотрим, как будет разыграна эта карта и кто договорится с автоевросилой первым или окончательно. Это все, думаю, что осенью мы увидим. А вот как взяла, да, и фактически ну вот из ничего появилась настоящая вот настоящая политическая сила. Действительно, со своей вполне конкретной, вполне понятной идеологией, без всяких там завихрений про там сложную политическую обстановку и тому подобное. Да, мало того, вот знаете, без вот этих историй вы популист, вы предлагаете простые решения. Автоевросила предлагает очень простое решение, мне кажется, и оно нравится людям. Простое решение, ну да, вот в том-то и дело, но ведь это же получается, как мы уже и говорили, простое решение, но за счет других, или по крайней мере тем людям, которые платили сами целиком за всю эту растаможку и тому подобное, действительно будет казаться, что это за их счет было все сделано, что это в общем кому-то можно, одни животные ровнее других выходят, одни люди тоже ровнее других. Не будем забывать, что на вторичном рынке сейчас уже люди, которые купили и растаможили автомобиль, не могут конкурировать с евробляхами, не могут продавать эти автомобили по той цене, которая была, большой разрыв, они не могут добавить для покупки нового автомобиля и вообще просто, ну опять же, берем автомобиль одного и того же класса, но на евробляхах и на украинских номерах разница в два раза. И человек понимает, что возможно на евробляхах еще и амнистия будет. Еще, кстати, и наши с вами коллеги рекомендуют спешите пока что-нибудь там не придумали, значит, в Верховной Раде или в правительстве пока не запретили, спешите купить, чтобы потом уже, если уж купили, то пойди отбили. Попали под амнистию, да. Вот, кстати, что покупать? Может быть, тогда купить электроавтомобиль? Может быть, пересесть с этой чадящей склянки с двигателем внутреннего сгорания на что-то новое, мощное? Ну, пока гиперлупа нет, а на чем-то ездить надо. Вон докладывают о том, что выросли продажи по сравнению там, за первые полгода этого года выросли продажи по сравнению с первой половиной прошлого года чуть ли не в полтора раза, и что украинцы активно покупают уже сотнями, уже количество купленных за первые полгода автомобилей, электромобилей. Идет, по-моему, что-то такое. Это капля в море, конечно, я понимаю, но ведь, скажем, два года назад не было и этой капли, она была совсем едва заметна. Ну, на самом деле, отмена НДС и налогов на электромобили каким-то образом, конечно, оживила продажи, но на самом деле по большому счету нет, потому что рынок бэушных автомобилей 100 тысяч, а с момента, допустим, отмены НДС, насколько я правильно помню, в Украине продано 44 Тесла, например. И, допустим, Ниссан Лив, которые там битые, утопленные, их тачат из Америки, ну, еще пускай 2 тысячи, ну, пускай 3 тысячи, даже пускай 4 тысячи. Это пока выглядит как история ни о чем, но самое главное, здесь же тоже у нас большая подмена понятий происходит. Во всем мире эти автомобили продаются под лозунгом того, что вы платите дорого, но защищаете природу, и вы модный, вы уважаемый член общества, мы понимаем, что вы ответственный гражданин и так далее, это часть твоего имиджа. В Украине почему-то рассказывают, что автомобиль марки Тесла за 100 тысяч долларов создан для того, чтобы экономить. Я не могу понять, что можно экономить, потратив 100 тысяч долларов. Ну, я могу сейчас сказать, вот что я слышал, на что можно экономить, на чем можно экономить владельцам электромобилей за рубежом. Ну, во-первых, конечно, экономят на заправке, во-вторых, для электромобилей в целом ряде стран парковка в центре городов бесплатная или там треть стоимости от обычной стоимости парковки, да. Плюс ко всему для электромобилей, насколько им неизвестно, тоже в целом ряде стран открыты, хотя бы частично, но тем не менее, открыты полосы, по которым обычно движется только транспорт общественный. Ну, то есть, получается, большое количество преимуществ по сравнению с выгодителем внутреннего города. Я бы сказал, что определенные преференции существуют, но, допустим, скидка в 5 тысяч евро на Nissan Leaf для украинца на евробляхах, Nissan Leaf, который стоит там 35 тысяч, ну, 5 тысяч долларов скидки в Америке, на Nissan Leaf, который стоит 35 тысяч долларов. Наши же скажут, что о чем этот разговор. Так, а зачем же тогда снижали НДС? Зачем же тогда, ну, в общем, первые лица государства устраивали всю эту историю со снижением стоимости и ввоза, и владения электромобилей. это какой-то был такой фальстарт, сделали не очень обдуманный шаг, рассчитывали на то, что оно выстрелит, а оно не выстреливает? Да, у меня, знаете, такое впечатление было, что, как это, вот Амелян планировал купить себе Теслу подешевле и собирался, по крайней мере, но сейчас не может. Думаю, 20% НДС это хорошая экономия и еще другим энтузиазм, энтузиастам помог приобрести эти автомобили. Ничего не экономят эти машины, ну, смотрите, под акцию автомобиль среднего класса, не буду называть бренд, новый стоит 12 тысяч долларов, и Тесла стоит 100 тысяч долларов, вот вам 88 тысяч долларов, ребята, тратьте, экономьте, как хотите. Ну, вот это же мы сравниваем, насколько я понимаю, машины совсем разных классов. Разных классов мы сравниваем, но автомобиль марки Тесла сделан на базе Е-класса. Ну, Е-класс можно купить за 45 тысяч долларов. Вот вам еще 55 тысяч долларов. А если действительно взять в расчет стоимость топлива, который все время растет каждый год, уже, по-моему, каждый месяц. Смотрите, уже считали, пересчитали будущее, скорее всего, за электромобилями, потому что евростандарты, которые существуют в мире, они ужесточаются, и дизеля уже не могут перепрыгнуть эту границу в ближайшее время, бензиновые моторы тоже. Будут только гибриды, после этого электромобили. Такова политика сегодня в мире, такова политика Евросоюза. Скандал с Дизельгейтом окончательно подорвал веру в эти моторы, и поэтому, скорее всего, все будет электромобили. О чем я хотел бы предостеречь? сегодня только-только основные игроки начинают массовое производство электромобилей. Сегодня Мерседес начинает производство электромобилей, Форд, ну, в общем, компании, которые делают автомобили по 100 лет. Подождите 3-4-5 лет, и вы получите массовый электромобиль, который будет и быстро заряжаться, и который будет много проезжать. То, что сегодня продается и предлагается на украинском рынке, ненадежное, бэушное, дорогое, это симуляк, это не продукт, если мы говорим о мечте украинца, о чем-то экономить. Хорошо, если не экономить, если вот действительно из тех соображений, из тех побуждений, о которых мы уже с вами говорили, быть ответственным человеком, заботиться о природе. В ближайший год выйдет огромное количество таких машин, которые будут на украинском рынке, будут стоить 60, 70, 100 тысяч долларов, это будут люксовые марки, поверьте мне, очень качественный продукт. Ну вот, это вот совсем уж как-то даже, я-то думал какую-нибудь золотую середину, чтобы там 1012-15 и еще и еще экономить, а вы сразу там 60, 70 и выше. Начнется с этого, начнется с этого, дело в том, что сегодня, допустим, самым массовым автомобилем Volkswagen Golf, его стоимость электрического автомобиля где-то 36, 37, может быть, 40 тысяч. Это серьезнейшие деньги для украинского покупателя. А почему до сих пор электромобили вот в производстве обходятся дороже, чем автомобили традиционные с двигателями внутреннего сгорания? Ну, что там такого особенного есть в этом электромобиле? Ничего особенного. Электромотор был, когда мы говорим про инновации Илона Маска, электромотор был изобретен раньше двигателя внутреннего сгорания, этим батареям компании Panasonic тоже 300 лет в обед, просто он великий визионист, который понял, что в этот момент человечество, рынок, автопром и прекрасная ситуация для того, чтобы им просто хотел. И он это сделал и получилось у него крайне неплохо. И плюс он гениальный пиарщик. То есть это просто трюк, на который прошу прощения, повелись сотни тысяч, а то и миллионы уже человек. Ну, мы же говорим о мечтателях. Tesla так до сих пор и не стала прибыльной компанией, которая производит достаточное количество автомобилей для того, чтобы окупаться. И почему автопроизводители очень осторожно на это все смотрят? Им нужны тиражи. Они хотят продавать миллион, два миллиона в месяц, вернее, в год. А Toyota, может быть, хочет и шесть миллионов продавать. Но осторожная Toyota говорит, что мы сначала к 2020-му, 2022-му году перейдем на гибридные установки, а потом посмотрим, что мы будем делать с электромобилями. Они не могут решить вопрос с батареями, чтобы их заряжать быстро и чтобы они проезжали долго и были надежными. Ну, вот это самая главная претензия к электромобилю, то, что он совсем немного проезжает и долго заряжается. Ну, это претензия, например, для Украины, но в некоторых городах, таких как Сингапур, это все равно. Нам, например, презентовали новый маленький смарт электрический в городе Тулуза. Я понимал этот трюк. Город Тулуза в исторической части что-то больше, чем смарт, наверное, застрянет между домами. Понятно, что форм-фактор играет роль. Во-вторых, европейцы посчитали, что в среднем европейский водитель проезжает 35 километров в день. Это значит, что пробега на 160 километров тебе хватит на 4-5 дней, будешь раз в неделю заряжать. Красивая, идиллическая история, но для Европы. Украина очень большая страна. В Украине автомобиль нужен на все случаи жизни. Картошку собрать, скорую помощь, в АТО съездить, в путешествие отправиться и так далее, и так далее. На электромобиле, если он не 100 тысяч стоит, пока все эти возможности объединить невозможно. У меня рядом с домом по выходным ярмарка, вот как раз выходного дня, и там семейная пара в годах уже такие, из красной Теслы торгуют чем-то, я так понимаю, выращенным своими руками. Я каждый раз прохожу мимо них и вот жутко умиляюсь, потому что вот это та самая красная Тесла, которая наверняка стоит десятки тысяч долларов, и такие очень-очень милые бабушка с дедушкой чем-то из нее торгуют. Вот вы знаете, я думаю, что они купили эту машину не для того, чтобы экономить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова